Доброе утро, интернет! Очень сложно быть бодрым, проведя бессонную ночь в Патскарте, Москва-Санкт-Петербург, в котором творческая интеллигенция всю ночь активно употребляла алкогольные напитки, но я был не с ними. Сегодня я начинаю такой сериал. Сегодня мы начинаем большое путешествие, большой роад-трип длиной в 7000 километров по маршруту Санкт-Петербург, Нурманск, остров Рыбачий, разворачиваемся, едем обратно в Санкт-Петербург, потом в Анапу, а потом в Крым. Все это займет у нас где-то три недели, так что будет много серий, много интересного, много интересных объектов, поэтому не переключайте канал, подписывайтесь и смотрите наше видео. Поехали! Компанию нашей сегодняшней поездки мне составит этот молодой человек, зовут его таким знакомым каждому человеку выросшим в 90-х именем как Борис Николаевич. Правда, вот водку он не пьет, оркестром не руководит. Как у вас с танцевальными способностями? Отлично! Ну вот это похоже, с тем Борисом Николаевичем схожим. Еще есть второй младший научный сотрудник, но он подъедет чуть позже. А вот, уважаемые зрители, подошел третий участник нашего сегодняшнего корпоратива. Представься! Меня зовут Тимур. Это все, что я могу себе сейчас сказать. Поблагодарим его за столь развернутый рассказ о своей биографии. Едем дальше. Поехали! Первый участок пути это Санкт-Петербург-Мурманс. Попытаемся сделать его за день, чтобы переночевать уже на реке Титовка. Это где уже поворот на Пулосов-Рыбачий. Всего это где-то полторы тысячи километров. Триста проехали. Благо дорога хорошая и буквально, не знаю, за три часа триста километров в период довели. Вези нас, вези! Чудо сумрачного немецкого гения. По дороге из Санкт-Петербурга в Мурманск можно заскочить на водопад Кивачий. Находится он в республике Карелия, на территории Кивачинского заповедника. Знаменит тем, что сюда приезжал в 1600 каком-то году Александр II. Под него даже отдельную избушку построили. И такое ощущение, что дорогу сегодня сделали как раз со времен его приезда. Водопад сейчас менее водный, чем раньше, потому что часть вод отвели под строительство ГЭС каких-то. И сейчас он не такой водный и красивый. Идем посмотрим водопад. Вообще на территории комплекса расположен водопад, дендрарий и еще музей. Все посмотрим, все прогуляемся. Первым делом, естественно, в водопад. В общем, будете проезжать мимо, обязательно заскочите. Лично мне, как человеку зажравшемуся, данный водопад не очень будет интересен. Но доехать определенно стоит. Маст хэп. Ну что, Борис Николаевич, сбылась ваша мечта, вы побывали на водопаде. Каковы ваши впечатления? Расскажите нашим многочисленным перезвителям. А вам надо пугаться. У человека даже нет слов. Он рассказывает, настолько прекрасное место. Народное творчество. Как вам-то боится. Вот и дендрарий, где представлено все многообразие, флоры Республики Карелия. Березы какие-то? Березы карельские. Березы веслоухие. Пихта бальзамическая. Пихта бальзамическая. И бузина красная кистистая. Вот. Насекомые без экспозиции прекрасно представлены на улице. Что у нас тут? Ось удивленный, вежливый. Медведь. И леса. Кстати, как я говорил ранее, водопад был раньше, до того, как воду отвели на ГЭС, был намного воднее. Вот такой красавчик. А вот, уважаемые зрители, то, о чем вы много раз читали, но ни разу не видели, это примерно начало Беломор-канала. Там какая-то гидроэлектростанция, а вот это вот какой-то шлюз. Едем мы на такое место под названием Беломорские Петроглифы, но пока еще не доехали. Вот тормознули у этой гидроэлектростанции. Давай его поснимаем. Итак, следующая наша остановка, это Беломорские Петроглифы. Памятники изобразительного искусства, датированные третьим-пятым тысячелетием до нашей эры. Очень древние такие доскальные рисунки. Пойдем посмотрим и задокументируем, вам покажем. Они тут вообще есть повсюду, много где находятся. Я нечаянно наступил только что на один. Мы без экскурсовода, поэтому нужно будет отдельно почитать. Судя по всему, вот эта вот стоянка какая-то одна из стоянок древних людей. Нет, стоянки подальше. А, нет, стоянки подальше. А это что? Здесь граффити непосредственно. Мои коллеги по поездке утверждают, что это все-таки не стоянки. Здесь рисовались древние граффити, а стоянки находятся где-то в других местах. Но когда я думаю, вы сопреете с экскурсоводом, он вам подробно все расскажет. У нас, к сожалению, экскурсоводов нет. Наш экскурсовод – это Википедия. О, вот рисунки. Так, вот он один человечек. Вот тоже что-то, какие-то граффити непонятные. Вон мужики куда-то на яхте плывут. Мы поедем, мы помчимся на оленях. Комары едят просто нещадно. Кстати, вокруг меня вот это вот все вот явно виден так называемый балтийский кристаллический щит. А вот странная такая покатость окружающего меня камня вызвана тем, что раньше здесь был ледник. Ледник полз, ледник растаял, ландшафт остался. Он передвигал все эти камни, дальше мы уедем на север, там это явно будет хорошо видно. Это явно изображена охота на лосей. Вот охотники, а вот лось. Некоторые картины вызывают вообще достаточно спорные ассоциации. Мужик с большой соской. Классное место, очень рекомендую посетить. Но огромное количество комаров не дает получить такой полный релакс, полный дзен и единение с природой. Жрут просто не по-детски. Я колдую. Участники нашего похода придумали нанотехнологичные репелленты. Эконом, бля, режим. Ай, комарыст. Итак, конец первого дня, конец первой серии. Остановились мы где-то под деревней Лоухи. Падаем, спим. И завтра снова в путь уже на полуостров Рыбачий. Так что до новых встреч. Пока-пока. Вы можете тоже попрощаться. Пока-пока. Счастливо. До завтра.